друзья всем привет с вами интернет-магазин пурак вам и у нас поставочка наконец-то к нам приехал наш таиланд вот такая коробочка сейчас будем распаковывать смотреть что нам привезли вот такая красота к нам приехала это еще не все у меня все просто не поместилось у нас небольшая перестановочка и сейчас вот такой вот на столик оставили для сборки заказов вот и на нем я собственно говоря и разложилась и столик маленький растюшки много и не все поместилось но постепенно будем постепенно первое самое главное что я хочу показать и сказать что к нам приехала крипто карина фламинго в мире с теми я ее заказываю каждую поставку каждый раз я заказываю из неимоверного количества заказов что мы делали нам ее привозили только то ли один то ли два раза и вот в этот раз я уже сейчас без надежды ее заказывала и нам и все-таки привезли привезли фламингу сразу хочу сказать что одну баночку мы оставим себе две баночки у меня уже время на резерв идут соответственно на продажу останется только буквально пара баночек так что кто первый тому и повезло кто первый успеет заказать тот и счастливчик надо было больше брать но я честно даже не знала что без надежды как всегда заказывала там кучу разных интересных крипто карин но ничего не привезли ну хотя бы фламинго хотя бы фламинго привезли я честно сказать вот даже не знаю чем это связано то ли у них так мало этих позиции то ли так много их заказывают у них что то ли может быть они просто в прайсе есть они их уже перестали выращивать я не знаю почему не привозят еще из крипто карин привезли костату слава богу хотя бы костату привозят где-то она у меня тут была ну ладно сейчас все разберу покажу так роталы из ротал нам приехал orange juice ваш любимый красивая роталка оранжевого цвета при переходе на подводную форму становится оранжевым но надо сказать что при должных условиях становятся потому что если не создать условия она будет обычной индикой это у нас ротала хран тоже всеми любимая ротала индико обычная ротала индико и ротала на миншан тоже очень классная роталка прикольненькая такая на пушистенькая получается при переходе в подводную форму красивые так это у нас людвиги из людвиги нам пришла людвиги гондулоза шикарная красненькая людвиги людвиги рубин диамонт диамонт она называется или рубин в народе называют тоже шикарная людвиги имеет мясистые стебель листья насыщенного бордового цвета принципе также как и гондулоза они очень похожи считаю одного поля ягоды единственное у гондулоза лист более удлиненный более узкий удлиненный а у рубин более такой округлый вот такие вот людвиги содержание они такие уж прихотливые но единственная свет микром железом и влияет на их окраску это у нас людвиги куба такая вам заказывали опять white но white опять не привезли людвиги полюстрис green зеленая людвиги кстати тоже очень красивая по сложности содержания она в принципе такая же как болотные визуально и зеленые листики не совсем характерны для людвиги вот все таки все людвиги в основном с красноватым оттенком а это ими зеленая красивая а это людвиги полюстрис red сухой форме она тоже имеет зеленый цвет листьев но при переходе в подводную она становится красноватенькой такой а ну и конечно конечно всеми любимая людвиги я супер век так тут нам новиночки пришли то чего у нас давно не было то чего мы ни разу еще не заказывали например вот смотрите такая прелесть я не знаю что из этого получится в подводной форме честно но сушки выглядят шикарно прям как будто в цветочном магазине если мне такой букет подарили я была в восторге так знаете что это это альтернатера варигатус альтернатера варигатус очень интересная не знаю будем смотреть друзья будем смотреть что из нее вырастет ну это альтернатера рейнеки всеми любимая всеми известная мне кажется нет такого аквариумиста кто хоть раз не пробовал альтернатера рейнеку очень хорошем качестве пришла такая красотулька видно что это не чистый сухарь и что она какое-то время уже была под водой потому что она такая ну видно так князья голден князья голден к нам приехала заказывала ее тоже уже несколько последних раз и упорно заказывала мне не привозили а тут тайцы видите расщедрились кто-то у меня даже спрашивал про низи голден уже не помню кто надо вспомнить и написать человеку что приехала такая вот под водой она тоже кстати именно имеет как раз практически такой же цвет единственное меняется структура немножечко меняется форма листиков а цвет вот именно остается такой вот золотистый так ну амания сулавеси тоже всеми любимая очень красивое растение очень она мне нравится я его говорю не так давно для себя открыла и с тех пор заказываю регулярно так вот еще что нам давно не привозили аманию грацилис макушечки у нее тоже кстати уже подводные и тарантера астролистная очень люблю эту травушку потому что она неприхотливая и очень декоративные быстро растущая для среднего плана прекрасно подходит очень быстро разрастается и очень красиво смотрится в аквариуме так смотрим дальше сагитария пуссилис к нам приехала это низкорослая сагитария которая является почвопокровным растением образует такой газончик чем ярче свет тем она более декоративная более низенькая а в принципе растение неприхотливая такой же по сути как сагитария сабулата лилиопсис новозеландский прошлый раз заказывали его вам он очень понравился в отличие от обычного бразильского лилиопсиса он имеет чуть более широкий листик и чуть повыше он тоже интересное красивое растение джуисинс рейпинс так бакопы бакопы тут немножечко все свернулись но ничего расправиться это у нас бакопа зальцмана рогвая тоже ее позапрошлый раз заказывали и всем она очень сильно понравилась и нам лично она тоже понравилась то есть по сути она похожа на каролинскую но она имеет макушки у нее прям такие фиолетовые после перехода в подводную форму макушки становится про фиолетового цвета и более того даже при определенных условиях она вся может стать нам такого фиолетового темно-фиолетового цвета очень красивый бакопы бакопа мадагаскарская тоже прошлый раз она всем понравилась и криптокарина кастата кастату мне всегда привозят хотя бы кастату вид альбиды вот при переходе имеет оранжево-розово-коричневые листочки очень красивая криптокаринка ка бомба каролинская такие пушистики это у нас гиграфила гиграфила лакустрис это у нас гиграфила лакустрис не знаю первый раз такую гиграфилку заказывали будем смотреть что получится из нее это гиграфила синема или гиграфила диморфис изменчивая то есть вот так вот синема выглядит надводной форме при погружении под воду листочки у нее становится резными то есть на кардинально применяется внешний вид но пока что вот такая вот гиграфила рубра всеми любимая полюбившиеся мы последнее время часто заказываем тоже действительно очень интересная красивая гиграфилка как альтернатива обычно вот лимоннику имеет такой немножечко коричневато-красноватый оттенок листочков очень красиво смотрится гиграфила многосеменная broad life внешне в сухой форме они конечно выглядит прямо одинаково что обычная многосеменная что broad life но при переходе при переходе broad life имеет более коричневый лист то есть верхушки у него прям коричневые ну как я уже сказала обычная многосеменная гиграфила тоже заказали ее ну и конечно роза нервик куда без роза нервик просто великолепное растение очень декоративное очень красиво самое главное очень простое в содержание так ну и что еще нам а ну вылеснерия вылеснерия рубра я всегда вот с таиланда заказываю именно вылеснерию рубру то есть там много разновидностей всяких вылеснерий прямая гигантская ну спиральная спиральную нам просто не привозят поэтому я уже ее не заказываю даже вот а рубру привозят и она интересная то есть она имеет такой более широкий листочек нежели чем гигантская или прямая и опять таки вот такой вот почему рубра потому что такой красноватый немножечко оттеночек камера может не передает но по факту немножечко красноватый оттенок она имеет хорошенько в леснере так и папоротники что у нас с папоротниками тайвандский папоротник только в прошлый раз тайландский папоротник пожадничали он видите такой достаточно маленький а это вот большой но это не тайландский это филиппинский папоротник я почему его заказал потому что однажды мы заказывали его уже брала и там пришли мне просто огромные кусты наверное сантиметров 50 а то и больше по высоте очень красивые поэтому я думаю повторю свой заказ то что думаю если вдруг таиландский привезут маленький то было еще как альтернатива что-то большой на привезли филиппинский он конечно не настолько огромный как был прошлом не в прошлом как когда-то заказывали мы тогда то можно и говорю при очень большие кусты он конечно сейчас не такой большой но он тоже достаточно крупненький листик сантиметров на 20-25 может даже очень красивый декоративный филиппинский папоротник и хинодоруса я уже говорила что мы заказывали красный жемчуг на будет он маленький пришел ничего сейчас поставим в аквариум они очень быстренько распрямятся и подрастут и пустят новые подводные листики так красный жемчуг marble queen мраморная королева почему мраморная королева потому что в надводной форме он имеет вот такой вот листочек действительно как будто бы мраморный при переходе в подводную форму и хинодорус кардинально меняется то есть вот этой мраморности не остается листочек получается у него такой салатовый с небольшими красноватыми прожилочками марбл квинт желтое солнце ну куда же без него я говорю вы все его так любите почему его любят я думаю что его любят за как раз таки надводную форму то есть видите какой он действительно желтый с красными крапинками но также как и марбл квинт он кардинально меняет свой внешний вид при переходе кстати они похожи вот даже когда он переходит я говорю нам не удавалось ни разу его полностью там перевести увидеть большой пуст подводной формы желтого солнца и в интернете тоже нигде нет картинок видимо никому не удавалось не на это я шучу кому-то безусловно удавалось у нас столько так много людей его покупает пожалуйста друзья напишите кто-нибудь у кого-то кого он перешел как он выглядит в подводной форме вот я обязательно в эту поставку один куст заберу себе даже не один один постараюсь посадить сейчас наш хинодорстник который мы запускали конечно там уже места нету вот жемчуг точно один жемчуг туда посажу вот желтое солнце попробую впихнуть мне кажется наверное не поместится но все равно все равно оставлю себе за что какое-нибудь другое место посажусь туда не поместится и посмотрю все таки мне прям само интересно что же это за зверь такой в подводной форме и плюс еще хочу посадить его в горшок посадить его в горшок и выращивать еще и в сухой форме тоже об этом отдельное видео запишем обязательно так получается красный жемчуг marble queen желтое солнце и еще нам что-то тут докинули мы это не заказывали пакет вообще был вскрытый я не знаю что это за хинодорус ну то что это хинодорус это факт вот а вот что это за хинодорус я не знаю потому что он был не промаркирован я вообще не знаю к чему это был бонус не бонус мне кажется накладка ошибка ну будем смотреть что из него вырастет как он будет выглядеть после перехода потому что сейчас я конечно не знаю что это ну и как я уже показывал криптика ринка фламинго в мире стенки вот такая красота друзья получилась прям как в цветочном магазине спасибо за просмотр прощаюсь с вами всем хорошего настроения всем красивых аквариумов до новых встреч пока пока а а Субтитры создавал DimaTorzok